Всех приветствую, друзья, с вами Джокер, вы на канале Джокерки Пишегранов и Шевкинс. Ну что, друзья, пришло у нас время сделать ролик о пехотнике и какой смысл делать это в моем замке, если я не допехотник. У нас есть офигенный пехотник, зовут его Серега Королевство10107, ник у него С91 и он просто рвет и мяч на пехоте, ребят. Давайте я покажу вам, как он этого достиг, естественно, он донат, ну и это то, что для вас нужно стремиться. Ребят, запомните, самое главное, три основные вещи на пехоте это база, криты и атака, без этого никуда. Ну атака еще не так важна, но база и криты это вообще все, заметьте, если у вас много атаки, но мало базы или криты, вы все равно разваливаетесь от пехотников, которые имеют хуже атрибуты. Так, здесь у нас, конечно, все шикарно, играет он совсем недавно, Корону Фрей качает, все правильно, как бы к ней стремится. И пока что тут еще дел поле не паха, она седьмой уровень у нее, но вот куда можно легко занатить и быстро, так сказать, это вот Архангел. Уже у нас имеется плюс 10, снаряга вся накручена. Здесь у нас пехота, пехота двойная, конечно, тройная была бы вообще идеальна. Двойная пехота, урон при нападении снижения, тройная атака пехоты. Здесь у нас двойной крит и штурм. Так, кристалл, ребят, вот так у нас накручено на драконе стекло. Урон, войск, всеобщие нападения и снижения. Защитный кристалл у нас урон, войск, нападения и снижения. Герои, ребят, самые лучшие для пехоты, это, конечно же, Артур и Сельма. Здесь у нас Артурян имеет две звезды, на нем уже допы вот такие вот накручены. Навыки тоже качаются. Нет, навыки еще не качаются, но будут качаться, как только будет третья звезда. Так, здесь у нас такое же снаряжение имеется, пехи двойные, атака, нападение, снижение. Кавалерия двойная, пехота можно добавить, еще сильнее будет танчить. Здесь вот крутые штанишки базовой атака. Здесь двойная защита и здесь крит. Тоже не до конца доделано, как бы камней перековки не хватает у человека, но если здесь будут тройные криты, это будет просто, ну вообще, не вывозной просто пехотинец. Почему Артур, ребят? Да потому что у него способности крутые, очень крутые, много здоровья. Также криты можно добавить, видите, у лучников убирают, качают здоровье, криты и снижение, еще уровень будут поднимать. На данный момент 53-й, качают 54-й, еще криты поднимет, будут еще сильнее накидывать. Так, по героям, ребят, все, Сельма тоже, как бы, для этого дела подходит. Здесь у нас оборонительно она выступает. Нужно ей будет доделывать. Так, навыки, но тут не обязательно это рассматривать, потому что тут все понятно. На старых, ребят, дрожжах, у кого старые герои, то Сельма изначально актуальна. На новых замках, конечно же, Артурян будет покрасивее. Плюс у Артуряна можно еще здесь навык добыть, еще получить, что? Здоровья пехотов и атаки лучника. Ну, был бы урон, за него бы, понятно, стремились, как на Джао Юне. Тут не так уж и крутые, не такие уж крутые атрибуты. Вот, друзья, по урону пехоты, ребят, ну, роликов куча у меня об уроне, все понятно, откуда что брать, так что, ну, не буду вдаваться в этом в подробности. Если вам нужно напомнить, то надо делать отдельный ролик, это, ребят, большой выпуск, так что пишите в комментариях, а я вам показываю уже готового пехотника. Экипировка, ребят, в атаке у нас криты используются специально, потому что шанс критов высокий на пехоте, самый высокий, в принципе, в игре. И криты тут очень нужны просто. Ну и ветер. Пока что здесь синий, можно еще будет улучшать нам дальше в будущем. И ставить уже золотые и там в дальнейшем улучшать эти навыки. Но сейчас ключи очень тяжело добыть. Раньше кто еще играл в 2016-2017 году, этих ключей на халяву наполучались. Событий, в принципе, многие имеют. А новым игрокам тяжело, конечно, без ключей. Здесь не хватает нам урончика или контактики темной, тоже было бы идеально. По навыкам дракона, ребят, в атаке мы используем на стене ската по максимуму нападения, здоровье пехоты, всеобщее здоровье и защиту он выставляет. Можно также атаку ставить. Атака у него имеется. Я бы, конечно, предпочел ставить рыжую или золотую всеобщую атаку и всеобщую защиту. Будет просто ураган, если вы на максимум сделаете это по 45%. Это просто дичь будет полнейшая. Конечно, из дву наступательных героев это у нас дикий зверь. Точнее, громовой зверь. Здесь тоже самое у нас здоровье. Тут уже видим всеобщая атака, есть здоровье и всеобщая защита. Здесь все четко. Еще, ребят, один момент. Если у вас хорошо замолены паладины, то есть вариант атаковать уже Орлом. На него накидывать всеобщую атаку, всеобщую защиту, уроны при нападении и снижении. И атаковать уже им Годзиллой долбить. Ой, не Годзиллой, а Орлом. И все, тоже бы оторвать и метать еще сильнее, чем Годзилла, потому что на нем есть урон Т-13 войск. Именно на 40 уровне. Так что, ребят, для себя на заметку дарите обязательно. Чудо, естественно, ребят. Шестое по навыкам. Чудо Альянса. Чудо Цивилизация. Вот у нас такая личная карта. Имеется уже 83 навыка. Криты закачаны. Здесь надо, конечно, в красную ветку идти и качать уклонение. Будет в будущем все, ребят, а по-любому сделает. Критов у нас на пехоте в самом чуде нету, поэтому он качает атаку. Снижение получаемого урона войск тоже пока не хватает. Но еще будет дожимать. Смотрите, ребят, здесь у нас еще имеется 3%. Пока что Альянс снова, это сложно сделать. И защита здесь двойная пехота у него имеется. И всеобщая защита в будущем. Как бы дел вообще еще очень-очень много в этом замке. Естественная казарма. Полное продвижение за белое, темное золото обязательно. Это, я думаю, ваша первая постройка. Должна быть. Так, смотрим. У нас она... Так, не будем ускорять. Тут он строит. Так что пока не могу посмотреть, какого-нибудь тут расширения. Но сейчас мы здесь глянем. 42 тысячи. Второе место. Китайцы только его обходят. А, нет, не китайцы. К-84. Еще один донат русский в этом королевстве. Но он, конечно, послабее немножко, Сереги. Так, ребят. Естественно, строй. Строй это вообще очень крутая штука. Там можно столько всего добыть. Смотрим, что у нас добыл. Серега. Тут у нас здоровье. Двойное здоровье. Одиночное. Двойное. Шанс крита. Урон нападения. Уклонения. Вау, ребят. Смотрите, какая штука просто у нас валяется. Базовая атака пехота. Базовая защита. Урон нападения. Базовая защита. Это просто пушка. Тройной. Нападение. База, база, база. Вот такие вот, ребят, дела. Естественно, самый крутой вариант. Это в будущем ему добыть третью звезду Артуриану. И в навыке в него вдонатиться. Еще 10% базы здесь добыть. И это просто будет вообще чума. Они реально будут прошибать все, что движется. Такой зверюга вырастет. Ну и молитвы, ребят, конечно же. Тут все молится у нас. Паладины. Т-11. Это самое главное. Т-9 как подушка. Т-12 тоже как подушка выступают и защитники. Так, здесь пока не занимается. Паладины уже у нас вот такие молитвы. Совсем недавно он их только начал молить, ребят. Я вам врать не буду. Наверное, еще месяца не прошло. Уже вот такие вот результаты у нас имеются. Очень круто, конечно. Паладины нагибают жестоко. Ну, тут понятно. Замок донатный. Гервы. Все дела. Все моменты. Все мутится. Все крутится. Посмотрим, что у него по отчетам. Серега сегодня жили. Хулиганил. Такие вот проценты, ребят. Вы представляете? 659. Это выше, чем у меня. Так. База 36. Я это так понимаю. Нет. Тут не полная база. Базовое здоровье, ребят. Уже имеется на замке. Вы представляете? Базовое здоровье на замке в Новом Королевстве. Уже 3%. Снижение получаемо в 73. При том, что чудо. И не до конца кольца накручены. И штаны тут вообще под 90. Он в будущем сделает. Будет просто космос. Естественно, противодействие, снижение. И крит 65%. Ребят. Уже 65. Вы представляете? Это просто жесть. В будущем у этого парня будет сотка. Это будет будущий топ. Я вас уверяю. Если, конечно, не забросит игру. И вот такие у нас уже уроны при нападении имеются. В Молодом-то замке. В Молодом-то замке, ребят. 208 на 174. Я знаю, что это его не максимальная процента. Тут у него гораздо повеселее есть. Так, 36 на 29. База, троечка. По замкам просто в соло колотит. По пехотным. По... Не по пехотным, а по кавалерийским замкам. Бьет у нас он синим драконом. Но это чтобы поиска не померли. Т14 накидывает паладин. И вообще чудеса наваливают здесь у нас. И Т11. Ну просто, ребят, реально. Кто хочет быть пехотником, ну... Сразу говорю, если вы донат, то можно вообще раскрутиться. Нереально круто. Без доната, конечно, тяжело. Для обороны еще можно, но... В атаке очень тяжело как бы сделать. Так, ну и, ребят. Конечно же, наш герой-командир подкреплений. Святой щит. На нем. Все красиво. Надо крутить до потребута. Схрога здесь уже все сделал. Урон при обороне пехоты. Анти пехоты. Урон при нападении пехоты. Все круто. Осталось только это дело все зарядить. Ну и, естественно, его навыки. У нас уже 4 звезды. Здесь надо качать. Естественно, донатить. Открывать эмблемы. И прокачивать, прокачивать, прокачивать здесь. И урон при нападении. Все это нужно. И снижение. Короче, вообще, просто офигенный герой. Вот этот, ну, очень дорогой. Вот, ребят. Что еще вам рассказать о пехоте? В принципе, пехота жестко просто валит кавалерию реально. Ну и в обороне она, в принципе, всех держит. Абсолютно всех. И лукарея держит она. Да, прям жесткие лучники все равно их контрят. Но если вы добавите у себя в замке кавалерия, в принципе, она у вас у всех валяется. Все равно никто не играет тупо на пехоте практически. То любые ралли вам не страшны. Если у вас пехота толстущая, то вы всех удержите. Напоминаю, ребят, что королевство это новое. И тут человек такие проценты имеет вообще. Две звезды всего царства. Она совсем недавно, так сказать, разыгралась. А уже у нас вот тут такие чудеса творятся. Естественно, облик надо будет качать. Серега Тим тоже занимается. Конев облик у Рейн. Тут уже куча обликов всяких вообще. Так, что-то я не вижу, ребят. Где главное? Вот 57-й, ребят. У меня 49-й. При том, что я играю 4 года. Вот как-то так. Почти 58. Так, трата золота у нас тут сколько? Давайте-ка глянем. Так, 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 так. Трата золота. Это у нас покупка. Это трата 842. Ну, лям по-любому добьет. Это тут бабки не ходи. Может и 2 зарядит. Как раз камни перековки тут 5000. Ну, это уже его дело. Вот, друзья. Вот такой вот у нас замок. Вы видели, какие криты 64%? Это просто жесть. При том, что еще тут, ну, поле непаханное дело. Реально, ожидается сотка, ребят. Представляете, что будет? Вот. Что могу сказать в заключении Коя Пехоте? Я считаю, что пехота... В принципе, в игре все войска очень сильные, реально. В чем бы вы ни вложились, на чем бы вы ни начали играть, все будет сильнее. Хоть на кавалерии заряжены. Будете прошибать. Хоть на пехоте, хоть на телеге, хоть на лучниках. Так что, ребят, могу вам сказать 100%, что нету полной имбы. Ребят, на чем вы играете? Не надо там, если вы сейчас играли на кавалерии, посмотрели этот ролик, подумали, ой, все, сейчас я в пехоту сяду, нет, друзья, это все очень тяжело сделать. Накрутить, перевернуть там все эти дела, это все, ребят, сложно, поэтому, ребят, мой вам совет, так сказать. Что у вас на данный момент самое сильное, то и качайте. Не надо рваться, гоняться за донатами. А Серега, он с самого начала играл на кавалерии, потом мы с ним познакомились, пообщались, и вот он после этого момента начал играть на пехоте. Потому что в королевстве одни кавалеристы, а пехотинец как раз контрит кавалерию, и мы с ним посоветовались, посовещались, и он стал пехотником, быстро развился, и в итоге теперь кошмарит все королевство. Вот как-то так, ребят. Что, ребят, недорассказал, добавляйте в комментариях, или там пишите, до вопроса могу еще об этом замке делать ролики, о КВК, там, как он воюет. Ну, замок очень крутой, ребят. Я хотел, чтобы он к нам прилетел, выступал у нас сборщиком, но, к сожалению, перелеты были до 20.98. Следующие перелеты, Серега, тут уже, думаю, станет нереальным монстром, и присоединится к моей команде, и мы будем продолжать воевать. Все, друзья, всем спасибо, с вами был Джокер. Пишите, какие-то, если конкретные ролики, об каждых моментах рассказать, тогда это еще надо будет отдельно делать, потому что, ну, не обозреть, я могу час болтать вам все, рассказывать, объяснять, показывать, и все равно времени не хватит. Все, друзья, всем спасибо, всем удачи.